Здравствуй, дорогой первоклассник! Я рада встрече с тобой на уроке обучения грамоте. Тема сегодняшнего урока – игры с парными согласными, знакомство с правилом. Сегодня на уроке ты научишься записывать слова с парными согласными на конце слова, подбирать к ним проверочные слова, а также учиться составлять предложения. Чтобы грамотными стать, надо много нам читать, надо быть активным, а ещё желательно делать всё внимательно. А сейчас мы поиграем с тобой в игру «Угадай букву». Вспомни, как называются эти буквы. Верно! Это парные согласные. В русском языке есть парные, звонкие и глухие. Звонкие согласные звуки произносятся с голосом и шумом. Глухие только с шумом. Давай попробуем произнести эти звуки. Следующая какая пара? В – Ф, Г – К, Д – Т, Ж – Ш, З – С. Молодец! Ты вспомнил парные согласные звуки. А теперь открой учебник на странице 76. Послушай стихотворение и подумай, какое правило ты можешь составить из этого стихотворения. Звук согласный проверяй, рядом гласный подставляй. Зуб на зубы, лёд на льды, будешь грамотным и ты. Какие слова нужно проверять? Верно! Слова с парным согласным звуком на конце нужно проверять. А какие слова являются проверочными? Правильно! Слова, в которых после согласного стоит гласный звук, являются проверочными. Следующее задание. Прочитай слова. Какой звук слышится в конце слова, а какой пишется? Попробуй составь предложение. Кто что любит? Медведь любит мёд. Медведь. Мы слышим звук Т, а пишем букву Д. Проверочное слово медведи. Мёд. Мы слышим на конце звук Т, а пишем букву Д. Проверочное слово много мёда. Молодец! Малыш любит торт. Малыш, малыши. Торт, торты. Малыш, малыш, малыши. Кот любит мышь. Голубь любит рожь. Голубь мы слышим на конце П. А пишем букву Б. Проверочное слово голуби. Рожь. На конце мы слышим звук Ш. А пишем букву Ж. Проверочное слово ржи. А теперь проверь. Медведь любит мёд. Малыш любит торт. Кот любит мышь. Голубь любит рожь. Поставь видео на паузу и запиши эти предложения в пропись на странице 40, номер 2. Вспомни, как пишется первое слово в предложении. Как пишутся слова друг от друга. И в конце предложения ставится точка. Следующее задание. Допиши букву. Определи, какой звук слышится, а какую букву надо писать. Вспомни, каким правилом ты воспользуешься. Правильно. Звук согласный проверяй. Рядом гласный подставляй. Зуб. Мы слышим звук П. А пишем букву Б. Проверочное слово зубы. Ёж. На конце мы слышим звук Ш. А пишем букву Ж. Проверочное слово ежи. Мёд. Много мёда. Флаг. На конце мы слышим звук К. А пишем букву Г. Проверочное слово флаги. Мороз. Мороз. Слышим звук С. А пишем букву З. Проверочное слово морозы. Стриж. Мы слышим звук Ш. А пишем букву Ж. Проверочное слово стрижи. Пирог. Слышим К. А пишем букву Г. Проверочное слово пироги. Поставь видео на паузу и выполни задание в прописи на странице 40 номер 3. Вставь нужные буквы. Продолжим упражняться в правописании парных согласных в конце слова. Вставь пропущенные буквы, подбери проверочное слово. Суп. Супы. Дуб. Дубы. Шкаф. Шкафы. Лев. Слышим Ф. А пишем букву В. Проверочное слово львы. Глаз. Какую букву ты запишешь в конце слова? Верно. Букву З. Проверочное слово глаза. Арбуз. Арбуз. Слышим звук С. А пишем букву З. Проверочное слово арбузы. Вспомни, каким правилом ты воспользовался. Верно. Чтобы правильно написать букву, надо подобрать проверочное слово так, чтобы после согласного стояла гласная буква. А сейчас мы отправимся в зоопарк. Прочитай. Прочитай. Вставь пропущенные буквы, найди проверочные слова. Проверочное слово. Верно. Слышим звук. Проверочное слово. Проверочное слово. Проверочное слово. Итак, подведём итог. Сегодня на уроке ты узнал, как пишутся парные согласные на конце слова и как их нужно проверять. Звук согласный проверяй, рядом гласный подставляй. Зуб на зубы, лёд на льды, будешь грамотным и ты. Я надеюсь, тебе понравился наш урок. До свидания, до следующей встречи!